сегодня посмотрим мангровый парк который находится в эмиратах теперь будете знать скажу ты видишь какие-то надписи всем привет с вами канал училка физкультуры в эмиратах и мы в эмиратах где же мы находимся год назад в абу-даби открылся большой более миллиона квадратных километров мангровый парк настоящий мангровый парк в пустыне хотя абу-даби то уже пустыни не назовешь сейчас подписываемся ставим лайк думаем что прокомментировать по этому поводу идем смотреть что же такое этот мангровый парк в абу-даби вход стоит 15 дирхам с человека это совсем немного но вам нужно забронировать время потому что коронавирус чтоб толпы людей здесь не ходили просто заходите на сайт бронируете время потом приезжаете и уже платите идем смотреть тут есть три маршрута самый большой два километра его то мы и выбрали еще есть километр и 6 и километр главное вам зарегистрироваться на время когда стоит высокая вода то есть когда есть прилив многие люди приходят в отлив и вообще ничего нет ни воды не рыбок не крабиков нам повезло мы мониторили целую неделю и мы забронировали время 12 30 но время не совпадает через неделю это может быть 2 3 10 или 11 поэтому внимательно мониторте на сайте приливы и отливы смотрите какая вода чистейшая можно даже рыбок рассмотреть кстати очень жарко несмотря на то сейчас зима январь месяц уже жарко просто дико поэтому мажьтесь кремом одевайте бейсболки и солнечные очки вам тоже очень в помощь у меня такое впечатление что где-то я на шри-ланке или в таиланде но деревья все таки не такие сейчас увеличу попробуем рассмотреть такой крабик рачок вы такое быстро промелькнула да да плывет крабик боже какая вода чистая вообще функция мангровых деревьев то забирать соль и даже листья у них соленые благодаря тому здесь разводится мелкая рыбка и не сдуется птички живут крабики в общем хорошую функцию выполнять этот парк водичка как мальдивы вообще этот парк создан с целью привлечь людей и объяснить им экосистему что очень важно ведь мангровые деревья очищают воздух защищают берег от воздействия океана ну и вообще сделать такой зеленый уголок еще одну достопримечательность в эмиратах это нужно уметь вот так приятно прогуливаться здесь какая-то фантастика просто конечно же если вы будете в арабских эмиратах очень рекомендуем это место к посещению очень много приходит семей с детьми туристов мы видим мангровые деревья также являются очень классным крепким строительным материалом вроде бы даже где-то мы слышали такое что запрещали их вырубать но опять-таки это не точная информация на материал отличный и под посмотрите вот деревья они растут то есть лишь там партия выразилась в парк открыли взяли и насадили деревьев нет они здесь были просто все место облагородили превратили в парк теперь очень приятно здесь ходить гулять и наслаждаться зеленью чистой прозрачной водой крабика еще видим бегает по дну а вот тут есть такая сетка батутная и не можно прыгать и наблюдать за рыбками ну похоже дети уже всех рыбок распугали здесь а вот крабика мы здесь под караулили посмотрим красивый такой вот эта сетка подошли мы поближе тут даже уже какой-то деревянный пол неустойчивый не скажу что здесь можно рыба как-то увидеть ничего такого гораздо приятнее посмотреть рыбок уже в чистой воде без сетки для сеточки как раз здесь надпись что представлена конкретно какие виды крабики рыбки улиточки всякие растения на арабском и на английском здесь есть такая красивая площадочка чтобы подняться посидеть перекусить может или сделать какие-то фотографии но как зайти сюда сейчас наташа будет заходить как вообще туда можно подняться вот какое-то скалолазное движение надо сделать чтоб чтоб забраться надо отдохнуть не все и заберутся и спуститься тоже так же надо сложно сейчас будет видео наташа слазит выгодно если у вас есть подружка наташа берите с собой на съемке это очень выгодно не ну вот кто такое делает на действительно на ступеньки бы сделали убиться же можно ну смотрите обнаружили крабиков просто сидящих на деревьях вот черненькие такие один дальше еще второй третий интересно крабики отдыхают такая прикольная прогулка вот по этим мостиком просто идете маршрутом два километра и вы не потеряетесь еще одна точечка здесь мостик где можно просто разуться и как дети походить по воде и видите такие так сказать и ну не стульки и стульчики мне это напоминает нечто до платформы поставили когда вода уходит просто здесь только платформы никакой воды ничего вы не видите то есть еще раз повторюсь нужно приезжать когда приливы смотрите мониторте на сайте и конечно летом приезжать сюда не вздумайте это будет жара уже в 9 утра здесь будет просто дико жарко здесь все на открытой местности зато и дети довольны дети довольны дети бегают класс вода просто класс ну иди давай снимай рюкзак запрыгивай все наташа идет купаться так спокойно снимаете кроссовки жалко что я не в сандалии не буду кроссовки снимать все и ходите по водичке вода идеальная все и детей выгнать не могут чистейшая вода ну просто класс кстати мужчина разделся и вообще пошел 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 по воде короче то есть можно стать на этих плиточках сфоткаться классно в общем топ-поинт для фоточки ох чуть не убилось тут ступенечки третий view point скажем так ничего такого возле любого места можно стать и у вас будет чудесный вид пофотографироваться снять видео мне показ деревянным мостиком где можно окунуть ножки в воде больше всех понравилось снова видим крабиков на деревьях и маленькие просто вылезают наверно устали плавать барахтаться в водичке и отдыхают но того большого крабика я не знаю наверно не вылезет уже он уже просто только в водичке барахтается очень красиво и душевно когда никого нет только половицы мостика под ногами скрипят это классная прогулка но жарко повторюсь январь и очень жарко а вот просто семейка крабиков греется на солнышке и вода прозрачная прозрачная смотрите какая большая территория у этого парка парк повторюсь называется джубаил мангроу парк здесь два парка в абу даби мы посмотрели что открыт именно джубаил что он новый хороший много отзывов и взяли такси такси кстати так обошлось приличная нам от отеля аж 45 гирхам но пар того стоит просто нескончаемый парк мангровых деревьев еще один вьюпоинт называется корни мангров здесь рыбок очень много просто вообще такая вода чистая и здесь можно сесть опустить ножки посидеть отдохнуть посмотреть рыбок посмотреть чистую водичку красиво идемте подойдем ближе рыбки такие полосатые красивые так что здесь много вьюпоинтов по моему вот шесть вьюпоинтов здесь так что вы не потеряйтесь маршрут только один вас направляют вы идете по деревянному мостику два километра можете выбрать легкий маршрут всего километр конечно если вы уж приехали лучше два пройти еще один вьюпоинт куда можно подняться и сделать видео или фотографии просто посмотреть весь парк сверху сейчас идем туда и все вам покажем вот мы поднялись вдали вдали виден город абу даби здесь мангровый парк красиво как вон туристы уже идут сейчас все они будут здесь мы были первые успеем вам все показать по этим мостиком мы пойдем дальше оттуда мы пришли вот такой парк конца края не видно очередной из вьюпоинтов sold collection коллектор в общем собиратель собиратель соли идемте посмотрим что же там за такой собиратель соли находится тоже можно босичком заходить посмотреть а вот описание есть просто все про соль и как важно это что мангровые деревья вытягивают соль сам процесс показан здесь кстати глубина такая большеватая метра два если везде мы там смотрели полметра может 30 сантиметров ну метр максимум здесь в соль коллектор здесь глубина побольше даже видно что большая глубина и еще раз останавливаюсь полюбоваться это какие-то мальдивы с кустиками воды просто сказка просто посмотрите на эту воду мы дошли до бич платформ то есть платформа для пляжа но здесь все закрыто есть лодочки вообще никого нет мы читали что можно арендовать лодочку поплавать но вообще в планах такого не было потому что жарко все таки лодочки без крыши но пока здесь никого нет может бронировать надо было на входе неизвестно ну вот такой каякинг да по моему 80 диркам он стоит и вот так вот можно здесь поплавать в общем товарищи спортсмены кому интересно все возможно но спросить нужно на рецепции при входе когда покупаете билетик лодочки очень красиво и смотрится классно тишина мальдивская водичка синяя лодочка никого нет вообще класс просто топчик продвигаемся уже к выходу смотрите здесь такие вот зеленые деревья здесь вот такие какие то уже засохшие такое ощущение что здесь лето а здесь зима даже странно вот все деревья здесь какие то засохшие и вот здесь впервые вижу птичек было жарко я думала что птички спят сейчас птички есть сидят здесь на деревьях перелетают вот такой интересный парк искали искали и нашли здесь еще улитки есть но наконец-то мы их увидели потому что нигде не было видно и сейчас в зарослях Наташа обнаружила улитку одну видимо тоже прячется уже на выходе из парка заметили такую шикарную красивую птицу она здесь стоит и ждет рыбок здесь очень много рыбешечки и птица стоит в ожидании вот такая красота вот так вот не успела да ну сейчас будет другой момент я думаю она все таки получит рыбешечку сегодня на ужин ну что как вам прогулочка в мангровом парке понравилась поставьте лайк обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые видосики и прокомментируйте всего вам доброго канал училка физкультуры в эмиратах и Продолжение следует...